Привет! Эээ, Требуар! Ну, Вантушечек вышел новый видос, называется, короче говоря, экстремальные прятки в доме. И такое чувство, что это отсылочка на какого-нибудь Диму Масленникова с его экстремальными прятками в заброшке, или где они у него там были. В любом случае, давайте ролик посмотрим. Уверен, он будет офигенный, как обычно. Погнали! Короче говоря, экстремальные прятки в доме. Только я, если честно, не могу представить, что может быть экстремального в прятках в обычном доме. Заброшка еще окей. Может быть там призраки будут, но в доме. Если он заброшенный, тогда ладно. Это был международный день безудержного веселья. А че, серьезно, что ли, 19 января отмечается день безудержного веселья? Эээ, надо было отметить, а я и не знал. Поэтому я безудержно веселился весь день в такая мониторная... Это ГТАшечка. С моими друзьями переиграли во все, что возможно. Дота КС. О, Дота! Лайк за нее! И за сапера тоже обожал его в свое время. Где-то годы, лет пять, наверное, назад я сидел в него, постоянно задротил больше, чем в остальные игры. Сапер. И везде худшим был я. Друзья постоянно угорали с меня. Лошара. Друг пригласил плавить раков, поехали к Сереге. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Неплохо. Тели мне кучу мемасов, да? Серега за игрой, ну да. Даже моя компьютерная мышка сбежала. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто ее тянул, интересно. Ну это мне часом надоело. Я твердо решил сыграть с ними во что-нибудь вживую. И тогда я точно покажу, на что способен. Че-то мне кажется, вживую ты будешь абсолютно таким же нуберой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего, в следующий раз повезет. А че они все против тебя так нечестно? Надо было поделиться поровну. Мне подошли друзья. Высокий, бородатый, третий и Рома. Он с насмешкой сказал, что я не способен выиграть ни во что на свете. Я заявил, что это не так и знаю, как им это доказать. Ну-ка давай, и мне интересно. А, я почему-то думал, что будут прятки в доме, который в Иваново у них находится. Оказывается, нет, они какой-то огромный особняк практически сняли и будут играть там в прятки. Знаете, я первый раз слышу, чтобы кто-то снимал огромный особняк за огромную кучу денег, чтобы поиграть там в прятки. Вам всей земли мало, бесплатно, и садись, да играй. Как это может сеть играть в прятки? Друзья спросили, откуда он у меня? Я стал объяснять, что это коттедж моей тети, и у меня есть от него ключи. Нифига себе, тетя. Собрались мы здесь, чтобы я смог всех обыграть в шахматы. Серьезно? Подожди. Ты серьезно пришел в огромный дом, чтобы поиграть в шахматы, а что в другом доме? Не, никак. Рома предложил вариант поинтересней. Мы собираем в популярный формат экстремальные прятки. Что за формат такой? Что за экстремальные прятки? Почему я о них не слышал? Ну ладно, слышал у Масленникова, но я не видел, так что не знаю даже, что там такого экстремального может быть. Так. Шига. Чтобы было еще интереснее, на кону будет 10 тысяч рублей. Либо их заберу я, либо тот, кого я не найду за 2 часа. Все тут же поддержали эту инициативу. А 10 тысяч рублей вы где возьмете из воздуха? Или просто каждый сложится по 2 кустам? По 2 кустам? Ведь никто не верил в мой успех. Мы скинулись для выигрыша кто чем... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Съемки здесь, наверное, самые ценные. Я запустил таймер на 30 минут, пацаны тут же разберут. Почему у меня 30 минут? Вы же сказали про два часа. Мы рванули искать, где можно заныкаться. В доме было очень много пространства. Большое количество комнат, ванная и гардеробная, бассейн и сауна. Пацаны уже остались. Нифига себе, как будто бы это реклама дома. Я потому что захотел там пожить. Я напомнил, что осталось не так много времени. Они сказали, что... А, 30 минут, это он им засёкнули для того, чтобы они начали прятаться. Нифига себе. Этот дом, что, размером с футбольное поле, что ли? 30 минут там прятаться. Чтобы беспокоиться, ни о чем, ведь Серёга в жизни нас не найдёт. Даже в этом в бане, что ли, да? Настолько недооценивать Серёгу. Вот я о том же. А ты прям его не недооцениваешь, да? Вася заказывал себе поесть. Ведь пока Серёга насыщит, успеешь знатно проголодаться. В них где-то нашёл много скотча. Попросил помочь примотать его к потолку. Но в этом же мне удалось примотать его только к полу. Я думаю, тебя здесь легко найдут. Осталось всего 5 минут. Вася принял заказ у курьера и спрятался с кучей еды под кроватью в спальне. Нифига себе. Курьер приехал за 10 минут. А можно мне такую доставку тоже? Потому что я жду минимум час. Таня не стал особо париться и просто притворился статуей. Удивительно. Удивительно, насколько он не верит в успех Серёге. Вообще никто не верит, походу. А я думаю, что он всех найдёт. Просто уверен в нём. Нужно найти самое беспалевное место. Может, шкаф или ванная. Или всё-таки дно бассейна. Не задохнёшься, нет? Тут мне в голову пришла гениальная идея. И я скорее скрылся за углом. Три, один, два. Я иду искать. Это что такое? Три, один, два. Гимли! Это ты? Так, погоди, ты серьёзно? Так, я бы спрятался за занавеской. Внимательно проверив все занавески в доме, я осознал, что... Ну, всё понятно. Теперь я тоже в него нифига не верю, раз он его просто тупо не заметил. Плохо знаю своих друзей. Оставалось полтора часа. Я даже не напал ни на чей след. Стоп, это... Ты чуть не наступил на него! Да не то, что на след напал! Ты на него напал! Что пахнет едой? Запах шёл из этой комнаты. Ага, всё как я и думал. Кто-то не доел шаурму. Но здесь никого не было. Я прилёг на кровать и стал думать. Долго думал. Очень долго думал. И до сих пор не понял. Тут вспомнил про одно крутого приложение. Как мне кто-то написал в комментариях, видимо, Рома и Серёга поменялись местами. Ха-ха-ха-ха! Я скачал его, чтобы отслеживать геолокации и друзей. Забил в приложении номера их телефона. Мне выжитилась их геопозиция, после чего я сразу же нашёл каждого из них и получил... Как ты их и так всех видел? ...получил свой законный выигрыш в первые их жизни. Наконец я... Так обмазался и выкинул. ...казал, что умею побеждать. И тут зазвонил таймер, и я проснулся. А, всё проиграл? Как я мог заснуть в такой неподходящий момент? Бывает. Просто это был таймер, который показывал, что у меня осталось полчаса. Так, подожди, стой. Стой. Тебе во сне приснилось их местоположение, поэтому... Ты теперь знаешь, где они находятся, иди ищи! Блин, 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 где же хоть кто-нибудь? Я пять раз оббежал весь дом, но так никого и не нашёл. Нужно прилечит дышаться. Так устал бегать, что не смог дойти до кровати, и обессиленно рухнул на пол. Поверь мне голову! Я настолько никчемен, что не смогу никого найти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не выдержал. Ура! Один найден, но оставалось всего 15 минут. Попробуем поймать наживца. Наш Саня настоящий, грамоте и прибить готов, когда кто-то говорит неправильно. Я чувствую ихний запах. Это явонный аромат. Кажется заво... Кто вообще говорит явонный? Ладно, их не я слышал, но явонный. Понялось моё кофе. Ха-ха-ха-ха! Работало? Я освободился и пошёл искать оставшихся Нику с Ромой. На таймере всего 10 минут. Жаль, у меня нет такого приложения в телефоне, которое мне приснилось. Минутку. Телефон! А это идея! А чё, а надо звонить? А, звонить что ли будешь им, да? Ну-ка, давай, звони, звони. Попробуй просто им позвонить. Оп. Просто надо было посмотреть вниз, и ты бы его увидел. Даже звонить бы не пришлось. Ты чё, реально не вырубил звук на телефоне? Слушай, ты просто... Ты чё, не реаль, ты реально решил спрятаться на полу? Ха-ха-ха-ха! Труп не хватило. Трое найдено. Остаётся только Рома. И всего 5 минут. Его телефон не отвечал. Я должен его найти. Да, как где-то ряд. Интересно, как же он его найдёт? Я чую его. Кто это? Что происходит? Это... Это злодей? Это частное охранное предприятие. Я засёк вас на камерах. Как? А, это значит, не его... Не дома его отети, да? Ха-ха-ха! Вы враникли в чужие владения. И что тут делаете? Играю в прятки. Погодите, это же дом моей любимой тёти Маши. Во-первых, не Маши, а Зины. А во-вторых, она уже полгода как продала его другим владельцам. Он даже не помнит, как зовут её его тёти. Новые хозяева, видать, замок так и не сменили. Угу. Пацаны, кажется, сейчас начинаются реальные игры. Экстремальные прятки. Бежим! И он стоит и ждёт, пока они бежать отсюда. Шикарно охранить. Блять! Подождите, а он же в ванной типа был. Ура, я выиграл! Смотри, больно, больно, бежим! Так. Короче говоря, экстремальные прятки в доме. Не, на самом деле, я думал то, что он их поймает. Если где-нибудь свяжет, мы будем ждать продолжения. Но они просто убежали. Ну, как-то странно, если честно, получилось. Десять секунд вашего внимания. Через несколько дней на нашем канале выйдет крутейшая пародия. Если вы ждёте её, атакуйте нас. Ждём! Я лайкусик уже поставил. Жду с нетерпением пародию. Очень хочу посмотреть. Пойми лайками и подписками на наш канал. Нам будет очень приятно. А также не забывайте оценить этот ролик в комментариях. И посмотрите наши предыдущие видосы. Спасибо за просмотр. Видос получился очень классный. Мне прям безумно понравился. Но концовка какая-то немножечко, мне кажется, скомканная. Ну, типа, появился охранник. Такое, блин, напряжение. У меня мураки по коже побежали. И они просто от него сбежали. И всё. А где экшен? Где экстрим? Что это? Короче, немного концовка смазанная. Весь остальной видос очень хорош. Спасибо большое вантушчикам. Теперь я с нетерпением буду ждать пародию. Я так понимаю, выйдет она до конца января. Четыре дня всего осталось до конца января. Жду с нетерпением. Лайк усики, да, уже поставил. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.